Привет, меня зовут Владимир, это канал об Оксфорде, науке, образовании. И в этом видео я бы хотел поговорить на такую важную тему, как выбрать профессию, тем стать. Это действительно важно для многих людей, которые заканчивают школу. И я бы сказал, что, конечно же, основным и главным фактором, на который вы должны ориентироваться, это ваши собственные интересы. Потому что нужно заниматься любимым делом, но я предполагаю, раз уж вы зашли на это видео, то у вас нет какой-то определенности, и вы еще не выбрали, на кого вы хотите учиться, каким профессионалом вы хотите стать. В такой ситуации я бы точно, точно вам не рекомендовал ориентироваться на профессии, которые в данный текущий момент являются самыми высокодоходными. Потому что в любом бизнесе, в любом деле доходность со временем всегда стремится к нулю. Вот когда я учился в школе, самыми такими, знаете, перспективными профессиями были, наверное, бухгалтерское дело и юристы. И все абсолютно пошли на эти специальности. Ну, как вы понимаете, сейчас вот бухгалтеры, юристы и экономисты, это, ну, не знаю, там, тысячи, там, сотни, может быть, тысячи таких специалистов. И на рынке труда переизбыток. Естественно, вот эти высокие зарплаты, которые были в мои школьные годы в этих областях, вот эти высокие зарплаты сильно просели. И так, в принципе, будет с любыми специальностями, которые в том числе и вот в данный момент сегодня являются там супервысокодоходными. Вообще, если говорить, то самые высокие зарплаты или там самый высокий доход, если вы занимаетесь бизнесом, они, конечно же, в новых областях, где еще нет конкуренции. Потому что конкуренция всегда вот этот доход снизит до минимума. И вот в России, да, там вот в 90-х была мощнейшая перестройка экономики, да. Вот экономика переходила с плановой на вот эту рыночную. И появилось огромное количество вот новых областей деятельности, новых профессий. И вот в тот момент как раз вот появились новые профессии, типа бухгалтер, юрист. И вот эти профессии были сильно востребованы, специалистов было мало, и поэтому зарплаты были огромные. Тогда очень сильно менялась Россия. Сейчас, если вы можете заметить вокруг, меняется весь мир, и меняется он очень быстро. То есть вот структура нашего общества, да, там с возникновением социальных сетей, айфонов, каких-то вот новых технологий, она меняется сейчас, ну, такими темпами, что, ну, просто удивляешься. И это все быстро меняется в масштабах всего мира. И вот сейчас, как вы думаете, ну, кто больше всего получает, да, там, или кто самые богатые люди? Это люди, связанные с технологиями. Это технари, да, там, или программисты. То есть вот там владелец Microsoft, Билл Гейтс, владелец Facebook, да, который создал эту самую крупную в мире социальную сеть. Потом там Эллен Маск, который там какие-то тоже передовые вещи развивает, ну, вот, в том числе я систему PayPal, да, создал. То есть вот какие-то технологичные вещи. И вот вы должны понимать, что сейчас мир меняется главным образом вот в этих вот технологических революциях. Поэтому вот эти изменения к ним более всего будут восприимчивы, конечно же, технари. Люди, которые вот новые какие-то возможности, может быть, вот в программировании, в софте, может быть, в каких-то инженерных моментах. Вот, то есть вот специалисты в этих областях действительно способны вот этот новый изменяющийся мир, как бы, ну, вот поймать волну, оседлать, да, или, может быть, даже изменять этот мир. То есть вот люди, которых я перечислил, они действительно изменили наш мир. Там, не знаю, еще Стива Джобса, наверное, забыл. Вот, то есть вот они изменили мир, они сами его меняют. И еще раз подчеркну, это технологические изменения. Поэтому, если вы хотите быть на волне, если вы хотите хорошо получать, ну, я имею в виду зарплату, то, конечно же, вам нужно прежде всего быть усидчивым. Прежде всего быть усидчивым, уметь перестраиваться. И, что очень важно, быть специалистом все-таки в технологичной области. То есть изменения, они действительно технологические. И я бы, вот в связи с тем, что я сейчас сказал, безусловно, советовал вам выбрать технологическую специальность. какую именно смотрите для себя. То есть вот, но технари, они, я не знаю, но вот объективно они рулят. Вот посмотрите. Ну, я не хочу, чтобы вы на деньги ориентировались всегда, но вообще говоря, да, там человек не хочет жить бедно. И если вы посмотрите на, скажем, богатейших людей в современном мире, ну, там не тех, кто там от папы, от дедушки наследовал, а вот кто действительно разбогател, то в большинстве своем вы не найдете там гуманитариев. Ну, там иногда попадаются художники, да, там или авторы книг. Но это реально исключение, да, там вот авторша Гарри Путера или там художник там Эндри Ворхол, да, то есть вот... Ну, Ворхол, он вообще просто творит какой-то трэш, и мир от этого хулиганства офигеет. Но, тем не менее, вот, видимо, вот это вот, не знаю, офигевание мира от его вот этих художественных хулиганств и ценится, я не знаю, но... То есть это какие-то... Это реально очень единичные случаи. И, то есть, ну, конечно, с авторшей Гарри Поттера там более-менее понятно, да? Ну, действительно, написал интересную историю, хотя я ее не читал. Вот, но вот весь мир там стоит на ушах, все обожают этого персонажа. Но вот, ну, важно, чтобы, знаете, говорить не про частные случаи, а вот в статистике, вот просто возьмите рейтинг там самых богатых людей в мире, ну, и там наверняка есть какая-нибудь опция, чтобы посмотреть тех, кто разбогатели вот недавно сами. И вы увидите, что практически все, практически все из них связаны с технологиями, и там практически нет людей, которые изучали бы гуманитарные науки. Это, я сожалею, вот, для гуманитариев, ну, вот так устроен наш мир. То есть, вот, я и это, это, я тут ничего не могу поделать, ну, вот так вот происходит, вот это как, не знаю, яблоко с дерева падает из-за гравитации. Ну, вот, да, оно падает там больно, если на голову упадет. Ну, ну, вот так, вот так сложилось. Но, конечно, самое главное, все-таки помните, что главным приоритетом является то, чтобы тело, которым вы решили заниматься, вам нравилось. Это самое важное, потому что вы будете заниматься им всю жизнь. И выбирайте то, чем вы хотите заниматься, потому что это сделает вас счастливым. А-а-а!